Приветствую всех у себя на канале! Интересный батл будет, скажу я вам, Брайтлинг и Тюдор, две топовые модели, пожалуй, два лучших конкурента в своем классе. Давайте сходу, какие часы круче и ваш выбор, а в конце видео проверим. На мой взгляд, две марки с неоднозначным восприятием уровня для многих. Люкс ли это или все-таки премиум? Кто смотрел мой обзор о классификациях брендов, помнит, я говорил, какие марки относятся к какому уровню и задавал вопрос, куда отнести Брайтлинг и Тюдор? Вот я до них и добрался, самому интересно сопоставить и в стык посмотреть. Я уверен, вам также будет интересно, поехали! Начинаем батл и первый боец, бестселлер продаж, топовая модель в бренде, да и просто красавец. Супер Оушен на миланском плетении, знаю любимец многих. По техническим характеристикам, механика с автоподзаводом, запас хода 70 часов. Стальной корпус 44 мм, ввод защита 20 атмосфер и цена порядка 570 тысяч рублей на сегодня. Второй боец, дайвер с характером и особенным стилем. Впервые у меня на канале Тюдор из коллекции Black Bay 58. Классная модель, считаю, одной из лучших в бренде. По техническим характеристикам, механика с автоподзаводом, запас хода также 70 часов. Корпус 39 мм, выполнен из стали с водозащитой 20 атмосфер. Цена порядка 400 тысяч рублей на сегодня. Посмотрим на них вместе. По техническим характеристикам видна существенная разница в размере. Сразу скажу, это специально и вы скоро поймете почему. Обе модели коммерчески успешны в этих размерах. Да, и обе модели уверенно занимают свою ценовую нишу. Причем на сегодняшний день непростую. Я периодически снимаю часовые баттлы, мы даже сделали специальную вкладку на канале, там можно встретить сравнение от недорогого сегмента Сейка и Сертина, премиального Лонжины Морис Лакруа и конечно же часов класса люкс. Итак, начнем. Мои критерии оценки прежние. Упаковка, дизайн, удобство и комфорт, механизм и конечно же история. Первые часы начну именно с Брайтлинга. Вот так выглядит на сегодня новая упаковка этого бренда. Уже пару лет точно как многие марки пошли по принципу оптимизации и упрощения как коробок, так и документов. Но делают в любом случае стильно и современно. Эту коробку можно раскрыть полностью и компактно убрать куда-либо. Либо использовать как кейс. Документы минимальные, QR-код, онлайн регистрация, думаю многие уже к этому привыкли. В Тюдор упаковка стандартная, привычно выглядит. Черная коробка с мягкой тканью внутри. Маленькие книжки в комплекте, инструкция стандартная и карточка гарантийный талон. По сути, ничего особенного, нет чего-то суперского, ну и ничего плохого не скажу. Поэтому тут оценка будет равноценная, по баллу обеим, на вкус и цвет, как говорится. Дизайн первый Брайтлинг. Отличный дизайн, как самих часов, так и браслета в частности. Эта модель занимает отдельный подкласс в коллекции SuperOcean. Винтажные часы, видно сразу, да и из названия понятно. Нет ничего лишнего, четко читаемые. Крупные риски, стрелки. Причем обратите внимание, что часовая кофьевидная, что минутная мечообразная. Люминесцентный состав, как на стрелках, так и на метках. Посмотрим, как будет подсвечиваться ночью. Крупный и гладкий безель часов. Выполнен он из керамики. Кстати, за счет того, что безель сделали таким широким, часы не выглядят так громоздко. Вращается он в одном направлении, как и положено дайверским часам. Красиво выполнен сбоку в стиле с заводной головкой. Давайте покрутим его и сравним потом с конкурентом. Стекло используется здесь сапфировое, у него двустороннее антибликовое покрытие. За счет него черный циферблат в этих часах иногда кажется синим. Давайте сразу встык с Тюдор покажу на экране, уверен просто, что вам видна разница. Переходим к браслету. Миланское плетение или как в данном случае его называют акулий браслет. Почему акулий? Как думаете, кто знает, пишите в комментариях. Именно из-за браслета многие и выбирают эту модель. Покажу на слайде разнообразие моделей в коллекции, чтобы вы лучше понимали. Есть варианты на каучуке, но с дизайном плетения, как у браслета. Действительно классно выполнен, на нем не видно отпечатков пальцев и царапины не будут так быстро появляться. Именно за счет плетения, здорово. Чем ответит Тюдор? Дизайн этой модели также очень интересен и особенный. В нем есть своя фишка и не одна. Начну также со стрелок и меток. Сегодня у меня в обзоре прям часы с нестандартным исполнением стрелок, да? Смотрите, какие необычные. Знаю, кому-то не нравится, а кому-то прям очень заходит. Особенно выделяется часовая стрелка. Как правильно назвать эту форму? По вопросу в каждую марку. Давайте тоже оставлю для общения. Как ее назвать и почему она именно такая? Кто скажет? Ну и секундную стрелку тоже выделили. Нет ничего лишнего в часах, даже даты нет. Мне нравится, отлично смотрятся. Прям дата здесь была бы, наверное, лишней. Метки и безель часов в классическом и привычном стиле дайверских часов. Разумеется, с подсветкой. Также посвечу и посмотрим на люминесцентный состав. Покрутим также безель. Кстати, он выполнен из стали и алюминия, не керамика, как в Братлинге. Напоминаю, керамика не царапается, сохраняет надолго блеск. Алюминий можно поцарапать, но зато разбить нельзя. Браслет. Да, он тоже интересный, есть на что посмотреть. Во-первых, он интегрированный, является продолжением корпуса. Это сказывается на удобстве, но об этом чуть позже. Во-вторых, обратите внимание на звенья. Они с клепками, назову их так по бокам, стильно смотрятся, винтажно, полностью матовый. Шлифованная сталь также практична и отпечатки также не видны, как на полированной. Мне очень нравится, когда бренды делают классные браслеты, ну реально, не просто обычные звенья, а вот такие интересные. Также братский лайк дизайнерам и разработчикам Брайтлинг и Тюдор. За дизайн свой балл отдам в пользу Брайтлинг. Хотел поровну, конечно, поставить, но все же нет. Уж очень много сходствов Тюдор с Ролекс. Все понимаю, дочерняя компания, но все же. Идем дальше от одного моего любимого критерия, переходим к следующему. Удобство и комфорт. Друзья, я вам показываю то, что мне действительно нравится. И да, у меня в руках две модели в разных размерах, а как вы понимаете, по техническим характеристикам, то они серьезно отличаются. 44 и 39 миллиметров. Начну с Брайтлинг. Часы этой марки для меня всегда ассоциируются с крупными, брутальными мужскими часами. И чаще всего мы продавали часы из этой коллекции в размере аж 46 миллиметров на стандартное запястье. И они ложатся хорошо. Да, кажется, ого, какие большие, но нет. Есть и 42 миллиметра в этой линейке, но по мне 44 оптимальный размер. Во-первых, как я уже сказал, за счет безеля они кажутся меньше. Во-вторых, за счет изготовления корпуса хорошо лежат на запястье. Даже на моем узком. Это же все-таки не классические часы. Спортивные, с винтажной ноткой и они выделяются отлично. В общем, хочется их покрупнее. Мне 42 зрительно кажутся маленькими. Браслет не совсем гибкий, он имеет небольшую подвижную часть, но облегает руку. Корректируется под запястье этот браслет стандартно. Звенья, вот эти кусочки убираются и он подгоняется под руку. Застежка используется стандартная с фиксатором. А вот в случае с Tudor обратная ситуация. Тут мне прям очень захотелось показать вам часы в размере 39 миллиметров. И честно, у меня вообще никогда не было часов меньше 41 миллиметра. И хочется иногда что-то более комфортное. Вот это тот случай. Очень удобные часы, реально. Ложатся на руку комфортно за счет пропорций высоты корпуса. Браслет посмотрите, как облегает запястье. Звенья подвижные и гибкие. Убираются лишние кусочки и подгоняются. Застежка однорычажная, захлапывается с фиксатором сверху. Покажу также на слайде и Tudor с разными моделями, чтобы вы понимали разнообразие коллекции Black Bay. Есть и более крупные версии в размере 41 миллиметр. У нас с вами разные запястья. Мне кажется, на моем примере узкого запястья становится более понятно, как лягут часы. Братлинг будет отлично лежать как на моей руке, ну и кто любит покрупнее, так и конечно на более крупном запястье. Tudor отлично лягут на узкое запястье и на более крупное. Будут также уместны для тех, кто любит поаккуратнее. Балл за комфорт отдам Tudor. Интегрированный гибкий браслет, оптимальный баланс веса, приятно лежат на руке. Ну что, еще два критерия оценки. Следующий это механизм. Посмотрим, что спрятано внутри. Давайте перевернем часы и посмотрим на крышку. И там, и там ничего мы с вами не увидим. Закрыта крышка везде. На резьбе, с гравировками, все дела. А вот под ней интересная история, друзья. Если вспомните технические характеристики, то обе модели механические, с автоподзаводом и запас хода в 70 часов одинаково. Внимание на экран. Если вы зайдете на официальный сайт Братлинг, то увидите вот этот текст. Внутри корпуса спрятан калибр Братлинг, мануфактурный калибр B20, созданный на основе механизма Tudor, калибр MT5612 и сертифицированный швейцарским институтом официального тестирования хронометра Коск. Зато, честно, написано открыто. Так что в этой модели Super Ocean механизм от Tudor. Это уже нормальная практика, когда кто-либо с кем-то сотрудничает, коллаборация и тому подобное. Часы Братлинг всегда были хронометрированные, высокоточные. Причем вне зависимости кварцета или механика. Безусловно, все взаимствованные механизмы дорабатываются и усовершенствуются по желанию бренда. Я считаю, что они молодцы, что написали эту информацию. Реально, сколько случаев в часовом бизнесе, когда марка покупает чей-либо механизм, добавляет детальку и говорит, все, это наш мануфактурный механизм. Как, например, Такхуэр и Сейка, помните? В данной модели Black Bay стоит свой механизм. Он имеет другую нумерацию, называется MT5402. Является также сертифицированным COSC часы высокоточные. Кстати, ротор автоподзавода является двунаправленным, то есть заводит отвращение в обе стороны. По баллу отдам за механизмы обеим моделям, идем дальше. Финальный критерий – часовые истории. Так как сегодня в батле участвуют модели из морской стихии, оба дайвера, пусть и винтажных, хочу отметить, что многие истории и популярность морских часов начинаются с 50-х годов. В 1950-х годах спрос на часы для дайверов увеличивается. Они становятся незаменимыми в профессиональном глубоководном дайвинге, научных исследованиях морей и океанов. Братлинг – весьма старый бренд, официально зарегистрированный в 1884 году. Как вы понимаете, за долгие годы истории в бренде очень много. Я затрону только по теме данных часов, иначе это будет долго. В 1957 году Братлинг одновременно запускает производство двух версий – новаторских часов для дайверов. С простой функцией индикации времени артикул 1004 и хронограф 807. Модели получили название Super Ocean. Хочется показать вам, как появлялись дайверские часы Super Ocean и изменялся дизайн. На иллюстрациях вы можете видеть, ставьте на паузу, кому интересно. Современные модели получили большой размер, более современные очертания, но сохранили свое ДНК. Что касается Tudor, то этот бренд моложе. Дата основания – 1926 год. В истории Tudor есть отношение к военно-морскому флоту Франции, изготовление дайверских часов военного назначения. Вот именно коллекция Black Bay 58 получила название по году выпуска первых дайверских часов Tudor. О исторических часах напоминает корпус диаметром 39 мм, с характерными для 950-х годов пропорциями. Без медийных личностей не обошлось и рекламной активности, чтобы повысить узнаваемость. Ну и конечно при поддержке старшего брата Rolex. Вот и подошел к концу этот часовой баттл и честно просится ничья, но я отдам свой финальный балл за историю в пользу Брайтлинг. И по итогу в этом поединке побеждает Брайтлинг. Теперь давайте постараюсь объяснить для кого часы Брайтлинг, а для кого Тюдор. Смотрите, если вы выбираете первые часы или у вас минимальная коллекция, то Брайтлинг будет то, что нужно. Они узнаваемые и понятные, красивые и качественные. Подойдут как для вас, так и в подарок. Не прогадайте. Это попсовые часы, популярные по сути как Омега и Ролекс. А вот если у вас уже есть часы, причем в коллекции как недорогие, так и более серьезные, то Тюдор составит им хорошую компанию. Это часы не как у всех и их встречаешь реже. Друзья, как вы знаете, на сегодня YouTube испытывает трудности с трансляциями и подключением. Поэтому на экране вы видите контактную информацию и альтернативное вещание моего канала WatchLive. Не забывайте подписываться и сохранять контакты, чтобы быть в курсе всех новостей и интересных обзоров. На этом буду прощаться с вами. Надеюсь, было интересно. Какие часы вы выберете? С вами был Грека Фьюрий. До новых обзоров. Пока!